вот я привык верить в то что люди которые управляют нашим государством это в целом разумные люди они могут быть не очень моральными не самыми эффективными но они люди разумные сегодня был опубликован список депутатов будущего мажелиса от нур-атана в нем много людей известных и не очень и есть один человек которого зовут мади ахметов ему 25 лет и единственное чем он до сих пор был известен казахстанцам это тем что летом прошлого года он предложил поставить елбасы памятник вот я привык верить в то что люди которые управляют нашим государством это в целом разумные люди они могут быть не очень моральными не самыми эффективными но они люди разумные а разумные люди совершают разумные поступки и вот мы имеем выборы которым и так множество вопросов выборы на которые в алматы была ничтожно низкая явка выборы которые сопровождались митингами причем с митингов еще и на скорой помощи увозили выборы результатами которых люди недовольны выборы которые проводились по системе партийных списков которые люди тоже недовольны и для того чтобы придать происходящему хотя бы вид чего-то разумного наверное стоило бы в партийный список от нур-атана включить действительно уважаемых людей за которых кто-то реально мог проголосовать обладающих хоть какими-то достижениями сделать это нужно было для того что показать людям вот вы критиковали партийную систему но смотрите какие достойные люди в итоге в мажелис прошли а вместо этого в мажелис попадает человек о котором известно только то что он предлагал поставить памятник елбасы кстати от лица молодежи казахстана никто из представителей молодежи казахстана с кем я разговаривал не припомнил чтобы он поручал этому человеку выступить с таким заявлением как минимум его нужно было озвучивать от себя я ничего не имею против мади ахметова он может быть вполне приличным человеком сама по себе его молодость это скорее достоинства но лично в мое поле зрения он попал тогда когда предложил поставить елбасы памятник ничем больше он не отличился и получается что и государство и партия нур-атан дают сейчас людям и в особенности молодежи казахстана вполне понятный месяц в партии да и в стране в целом ценится не достижение не авторитет не опыт не умение говорить с людьми в партии ценится то кто быстрее громче похвалит лидера партии тот кто похвалит громче всех становится депутатом парламента страны такая вот награда за труды людям и так разочарованным в выборах вот такой сюрприз преподносит как люди после этого будут относиться к нур-атану к выборам в государству в целом даже не самые радикальные люди вполне ответственные совсем даже патриотически настроенные отвечать не надо это был риторический вопрос повторюсь я верил что нашей страной управляют в целом разумные люди но знаете что я скажу разумные люди так не поступают так поступают люди которые считают что они держат бога за бороду и это редко кончается хорошо а